Солнечный день Когда в Москве на большой арене Центрального стадиона имени Ленина В торжественной обстановке был зажжен доставленный из Греции огонь Игр 22-й Олимпиад Город Москва Десятки тысяч советских людей сделали все для того, чтобы обеспечить их проведение в полном соответствии с правилами Олимпийской хартины В новых и реконструированных сооружениях проходили соревнования по 21 виду спорта На искусственном Олимпийском грибном канале в Крылатском состоялись состязания по академической гребне Хозяева Игр позаботились о том, чтобы с первого же дня приезда в Москву Участники грибной регаты могли полноценно готовиться к предстоящим ответственным заездам Чтобы все команды без исключения получили равные возможности для знакомства с каналом, для тренировок Напомним, что длина искусственного канала, расположенного в живописной местности города Неподалеку от Москвы реки 2300 метров Ширина основного русла 125 метров, возвратного 76 метров Вдоль всего берега канала проложена специальная велодорожка, по которой вслед за лодками могут передвигаться тренировки К стартам в 14 видах программы готовились спортсмены более 150 экипажей В споре за золотые, серебряные и бронзовые олимпийские награды приняли участие сильнейшие мастера 25 стран Из них женщин 184, мужчин 363 Эти кадры сняты в день открытия соревнований на гребном канале в Крылатском Со всех концов Москвы устремились сюда на специальных автобусах, машинах, любителей академической гребни Недалеко до канала и от ближайшей станции метро С удобно расположенных трибун всем 20 тысячам зрителей хорошо видны перипетии борьбы гребцов на дистанции Предварительные, отборочные, полуфинальные заезды проходили в течение пяти дней В современном спорте бойцовские качества играют чрезвычайно большую роль Гребля ни в коей мере не является в этом плане исключением Нелегкой была дорога к финалам Почти все заезды прошли в упорной борьбе Старты на Московской Олимпиаде стали хорошей школой для молодых гребцов многих стран До сотых долей секунды определяли результаты заездов аппаратура, видео и фотофиниша и печатающий хронометр швейцарской фирмы Swiss Time Также четко фиксировали высококвалифицированные судьи все нарушения правил соревнований будь то умышленные или неумышленные Фальстарт Лодки должны возвратиться назад Только после восстановленного равенства можно вновь начать честную и бескомпромиссную борьбу за олимпийскую победу На любых спортивных соревнованиях, особенно крупных, с большим числом участников бывает немало непредвиденных случайностей Вот и сейчас у одной из лодок поломка Так как это произошло в пределах стартовой зоны правилами разрешена быстрая починка Вновь дан старт прерванному отборочному занесу На этот раз гонка прошла без прыжей Неудачники, молодые гребцы из Кубы отдали борьбе все силы без остатка, но им явно не хватило мастерства Любые события академической регаты сразу же становились известными любителям спорта В пресс-центре канала были созданы все условия для работы представителей средств массовой информации Обеспечена телесвязь со всеми объектами Олимпиады Собранные автоматизированные системы управления сведения немедленно передавались журналистам, представителям команды В один из дней соревнований нам любезно согласился дать интервью Томас Келлер Президент Международной Федерации Гребного Спорта Гребля, несомненно, трудный вид спорта, который требует много сил И в то же время это очень справедливый спорт, который привлекает к себе таких же людей А то, что соревнования на лодках проводятся на свежем воздухе, на озерах, каналах делает Греблю все более популярным видом спорта Московский грибной канал, несомненно, уникальное сооружение, которому нет равных в мире Свои замечательные качества он продемонстрировал в нынешней регате Мы лично убедились в них и говорим, нам канал очень нравится Соревнования на Олимпиаде начались очень хорошо Можно только пожалеть, что некоторые федерации не принимают в них участие Но это не мешает общему великолепному уровню выступлений И я с нетерпением и интересом ожидаю финальных заездов Соревнования по Гребле проходят под открытым небом Вот почему успешное их проведение порой зависит не только от хорошей организации Бывает, что свои поправки, даже весьма существенные, пытаются внести непогода Так случилось в день финальных заездов женских команд Правда, ширина Московского канала позволяет разделять трассу не только на обычные шесть, но даже на восемь дорожек Это дает возможность при ветре, сдвигая дорожки в ту или другую сторону, создавать более равные условия для лодок на дистанции На экране старт финального заезда двоек партнер На второй от нас дорожки лодка советских спортсменок Елены Хлопцевой и Ларисы Поповой в красной форме Обе они студентки Гребным спортом занимаются 10 лет В прошлые годы Елена и Лариса выступали в разных классах лодок От одиночки до четверок парных На Московской Олимпиаде они составили экипаж двойки парной И сумели придать своей лодке мощный и ритмичный ход Судьба финальной гонки была решена уже за 300 метров до финиша в пользу советских спортсменов Одну и три десятых секунды выиграли у своих ближайших соперниц Чемпионок мира Корнелии Линзе и Хейде Вестпаль из Германской Демократической Республики Представительницы команды Советского Союза Елена Хлопцева и Лариса Попова Ставшие чемпионками Олимпиады 80 Один из популярнейших видов программы соревнований по гребле Заезд одиночек На Московской Олимпиаде внимание зрителей и специалистов Было обращено на румынскую спортсменку Санду Тома Она в синей форме на третьей дорожке Имя этой 24-летней студентки из Бухареста хорошо известно в спортивном мире За год до Олимпиады она в блестящем стиле одержала победу на чемпионате мира Румынская спортсменка использует очень длинный грибок И ровный ход лодки создает ей очевидное преимущество У Санды Тома подлинно спортивный характер Она никому не дает возможности диктовать свой темп на дистанции На Олимпиаде 80 Санда Тома одержала уверенную победу Лишь молодая москвичка Антонина Махина пыталась соперничать с великолепным мастером В заезде четверки парной с рулевой Отлично выступили спортсменки Германской Демократической Республики Они в белой форме, а их лодка сейчас первая от нас Совсем молодой экипаж возглавила опытная развита Цобель Чемпионка Монреальской Олимпиады После половины дистанции спортсменки ГДР вышли вперед И не уступили лидерство до самого финиша Финальную часть Олимпийской академической регаты среди женщин венчал заезд на восьмерках Здесь, как и ожидали, основная борьба за победу развернулась между чемпионками мира двух последних лет Советскими спортсменками, они первые от нас в красной форме И экипажем Германской Демократической Республики, победителем Олимпиады в Монреале Он на второй дорожке Вскоре после старта советские спортсменки вышли вперед и лидировали продолжительное время Однако, хорошо зная силу своих соперниц, восьмерка ГДР начала финишный рывок за 500 метров до конца дистанции Этот тактический ход оправдал себя Опередив на секунду экипаж советской лодки, спортсменки ГДР завоевали в Москве, как и в Монреале, золотые медали олимпийских чемпионов В день финальных заездов мужских экипажей погода выдалась на редкость удачной В гонке одиночек главным претендентом на победу по праву считался финский спортсмен Перти Карпинен Известно, что основными ведущими физическими качествами грибца считаются сила и выносливость Однако, сами по себе, они еще не гарантируют побед и могут принести пользу лишь, если будут дополнены высоким техническим мастерством Именно таким спортсменом является Перти Карпинен Техника его гребля может служить эталоном наших дней В Москве Перти Карпинен, по его собственным словам, пережил самую большую радость После финиша он сказал, счастлив, что именно на московской воде, на этом лучшем в мире канале, я смог завоевать вторую золотую олимпийскую медаль Награду талантливому грибцу вручил президент Международного олимпийского комитета лорд Майкл Килай Серебряным призером стал советский спортсмен Василий Якушин Третье место занял Петер Керстен, спортсмен из ГД Финальный заезд четверок распашных безрулевого В этой гонке высокий спортивный класс продемонстрировал экипаж ГД Республики Грибцы четверки отличились удивительной слаженностью в исполнении технических приемов и добились победы Вторым финишировал экипаж Советского Союза, третьим Англия Гораздо более остро и напряженно прошел финальный заезд четверок парных В нем хорошо проявили себя молодые советские грибцы, лишь первый сезон выступающие вместе Они лидировали на протяжении трех четвертей дистанции Однако за 500 метров до финиша удалось выйти вперед лодки Германской Демократической Республики В ней юниоры на втором и третьем номерах умело взаимодействовали с опытными товарищами Первой к финишу пришла лодка ГДР, советские спортсмены заняли второе место День финалов по традиции завершился заездом восьмерых И вновь внимание зрителей было приковано к спортсменам Германской Демократической Республики Эта команда, как известно, чемпион Монреальской Олимпиады Однако сейчас из того состава в лодке остался лишь один гребец Восьмерка пополнилась молодежью Умело и продуманно сформированный новый экипаж Показал в Москве отличную техническую и психологическую совместимость Высокая синхронность движений принесла и высокую скорость Новый успех в регате Олимпиады 80 стал 11-й победой грибцов Германской Демократической Республики на канале в Крылатском Золотые медали вручил восьмерке ГДР Хуан Антонио Самаранчи, новый президент МОК Второе место заняли спортсмены Англии, третье Советского Союза Соревнования на играх 22-й Олимпиады подтвердили, что прогресс в мировой академической гребле очевиден И ко времени следующих Олимпийских игр через 4 года он несомненно достигнет новых высот Пожелаем друг другу успеха Ни добра, ни любви без конца Олимпийское звонкое эхо Остается в стихах и сердцах Расстаются друзья Остается в сердце нежно Будем песню беречь До свидания, до новых встреч Будем песню беречь До свидания, до новых встреч Будем песню беречь Божьеме Божьем Божьем Продолжение следует...